итак уважаемые друзья здравствуйте вы находитесь на канале питомника хвойный дворик и с вами Евгений Филимонов, ну вот у нас была небольшая тут стихия, ну как стихия, был дождь очень сильный шел на три, затем снег мокрый, то есть повалило все можжевельники которые уже давно посажены примерно около не знаю три года назад по-моему я их садил и вот корневая у него слабая и он видите наклонился и ну некоторые даже лежат, что с ними делать на данный момент с ними ничего не сделаешь, во-первых грязь, во-вторых он этот он как развалило его, если можно видеть вот полностью лежит, полностью лежит, ну и тот крайний тоже, но я и буду обрезать делать однозначно не знаю, прошлый раз я сказал что 50 сантиметров где-то ну в районе метра будет нормально, надо чтобы ствол у них ну у них очень, он сам очень тяжелый, если можно видеть его, его шатает, земля шатается, на данный момент с ними ничего делать не надо, потому как ничем вы им не поможете, только в грязи все будете вот елочки тоже, ну они сажались, вот видите она совершенно упала, они сажались с открытой корневой, вообще у них не было кома, поэтому такой ну вот так приравняли, где можете достать, но сейчас лазить с ними, это только вы измараетесь, потому что еще на данный момент обещают морозы завтра-послезавтра, сейчас конечно погода теплая, вы скажете надо было их укутывать, надо было их вбивать, что-нибудь арматуру, укреплять, что-то делать, да каждую осень это надо делать, но у меня не столько много времени, чтобы этим заниматься, а на это уходит довольно много времени, это во-первых, во-вторых, можжевельник, ну год вы сделаете нормальный, вот два, три, на пятый, на шестой год, у вас все равно они, вы просто физически не сможете достать до них, когда он будет высокий, вообще там метр четыре, я просто не представляю, ну и скорее всего если были бы они такие, их бы вырывало, ну туи у нас тоже, но это скрутим, все это вот подсохнет, это все приведется в порядок, и к апрелю месяца конечно же все будет в порядке, а вода стоит до сих пор, особенно, я думал у нас в грядках будет вода, нет, в грядках у нас не было, видите, что это такое, они ровненько стояли ровным рядом, воды тут нету, здесь вот еще снег лежит, но он долго лежать будет, сейчас такие качели начнутся минус, плюс, минус, плюс, а снег лежит и лежит, не тает, то есть, ну я думал тут вода стоять будет, нет, не стоял, ну вот здесь у нас вода стоит, вот можно видеть, там все дворы затоплены, вода стоит, можжевельник весь в воде, ну туя более-менее тоже, маленько ее распушила, но ничего страшного, опять же она восстановится, все нормально будет, Можжевельники нормально себя чувствуют, но вода она уйдет, вот видите, те можжевельники, которые мы посадили вдоль дороги, они тоже кривые все стоят, но их тоже трогать сейчас бесполезно, там возле елок тоже вода, вот пять елок, ель колючая, голубая, а здесь у нас стоит вода и мусор, но это все будет приводиться в порядок, конечно же, там туя брабант коричневого цвета, ничего страшного с ней не случится, опять в июне я буду снимать ее, я думаю она будет, я не думаю, я знаю, что она будет зеленая, так идем, идем, идем к еле, ель колючая, ну вот так вам сниму, здесь около 15 тысяч ее, ну уже больше половины куплено там, нет, не больше половины, почти вся куплено, почти вся пойдет на отправку, на посылки, ну там у нас на сайте стоит ель по 5-10 сантиметров, ну в основном они все будут идти по 10 сантиметров, мелкую уже разобрали, отсюда которая мелкая будет, будет уходить, ее намного больше, ну вот можно видеть, елочки хорошие, саженцы, ну которая останется, естественно нам на рассадку пойдет, пойдет на рассадку и я думаю все нормально будет, ну сколько, два пролета, два пролета, посмотрим, ну там пихта у нас, тоже ее кажется, что ее мало, на самом деле ее там около трех тысяч, вот такая вот пихточка, хорошие почки, трехлетка, бомбит, очень хорошо, о, интересный, интересная туя, однолетка, как она перенесла, сейчас мы посмотрим, не укрывал ее, ничего не делал, вот пожалуйста, туя однолетка, сейчас я ее поближе покажу, это барабант у нас, но видно даже однолеткой, что он барабант, он такой разляпистый, а это у нас колумна, колумна, конечно же, можно видеть, вот такой вот сеяниц, ну ничего страшного, сейчас накрыть ее, главное успеть до солнца и поливать, все будет зелененькое, все будет, двухлетка будет хорошая, ну она еще год тут посидит, даже я думаю, да год, на следующий год мы ее рассадим, двухлеткой, это однолетка, а мы двухлеткой рассадим ее, обычно я так держу растение до двух лет, а потом стараюсь рассаживать, сосна у нас, в прошлом ролике я показывал, что она была вся под снегом, я ее даже трогать не стал, сосна двухлетка, нормально, пойдет, в этом году пойдет, все будет хорошо с ней, ну это однолетка, даже однолетка вот под снегом она лежала, еще кое-где остался снег, видите, опять же трогать ее не надо, ничего с ней делать не надо, все нормально отойдет, так, ну с сиренками, как всегда, ничего страшного не произошло, там дальше я вижу, что, ну будем, когда открывать, я отдельное видео сниму про сиренки, что да как с ним, эта грядка будет сиренковаться полностью в этом году однозначно, еще одну грядку планирую, то есть здесь входит около 5000 сиренка, 15-метровая грядка и еще одна грядка будет тоже, постараемся засеренковаться, весной уже, так, здесь у нас однолетка, ну однолетка, вы можете видеть какая она, однолетка ель, колючая голубая, погода прошлой весной была тоже ужасная, то есть натворила нам делов, вот эти проплешины, это не то, что не взошло, это то, что, извините меня, подгнило, она подгнила, три недели стоял дождик, она была укрытая, да, ну и ветер тут хороший был, но все равно не помогло ничего, тоже, ну уже ничего прикрывать, я ее на зиму не прикрывал и не надо прикрывать, потому что, ну не вижу резона, стойки, ну там у меня чуть побольше туик, ну здесь, опять же, вот это, конечно, от сетки это надо убирать, но это не сейчас, от сетки это просто, ну это трехлетка, в продаже у нас ее нет, сейчас она подрастет, будет четырехлеткой, будем тогда продавать уже осенью, она ей год год прожила, почку нарастила, вы видите, в этом году она очень хорошо стартанет, сейчас я камеру положу, блин, да что с такой-то, вот надо убрать тут, волну же взять, вот это вот не дело, вот это все, от сетки это надо отрывать, да, это трехлетка, сразу говорю, она будет продаваться осенью, на осень мы заказы принимать начнем в конце июня, так что, следите за нашим сайтом, господа, товарищи, да что-то не могу снять, как запутался, ну я больше, что-то делать и снимать, скорее всего не буду, потому что, ну это, давайте здесь распутаем, здесь все ушло, ушло, осталось тут чуть-чуть, сейчас я это вот недосмотр тоже, опять, сетку, в проходе сетку, вообще по бокам сетку надо убирать, правильно мне один подписчик написал, она, смысл не имеет, я раньше думал, что сетка такая, больше тени будет меньше воды использоваться, ну сверху хватает сетки, я по крайней мере скорее всего в этом году уберу, я понимаю, может быть вам не интересно смотреть, как я тут копаюсь, ну когда вам спасти же, нужно саженец, вот эти пути, будем, ну зараза, жалко, если оторёшь почку, всё, это считайте побег лишний, иди сюда, родная, вот так вот, вот освободили, наконец-то, ну еще один остался, все один, сейчас мы, вот я тут освободил, я думаю тут, так, а чего это произошло, так стяжки уже валяются, это за зиму вот подлетали, потому что в мороз, вообще вот это вот, проход как бы у нас, в тот отдел, вот она сюда била и сетка налетела, вот сюда вот, пристегнем, вот сюда вот, вот здесь оно должно быть, и то будет долетать, тогда и снизу еще, позвольте, не знаю, да, сенец надо беречь, беречь, так, туя тут, остатки, которые мы должны были отправить осенью, будем отправлять их весной, поэтому, это барабан, по-моему тут штук 200-300, ну, довольно много в этой грядке, и в той грядке, довольно много, хоть она и с проплешинами, и сенец, а так что, я за это не переживаю, и она довольно таки хорошо пойдет, я знаю, почка у них хорошая, так, ну что, пойдемте дальше посмотрим, ну, со сну я вам показывал, все нормально с ней, так тут рассаженная четырехлеточка, ну, скорее всего, пятилеткой, можжевельник, туя вон придавила, как, ну, тоже ничего страшного, встанется на свое место, так, здесь у нас тоже четырехлеточка, пихта, ну, тут сборная солянки, здесь у нас тоже ель, ель голубая, пойдемте посмотрим, удивительную вещь, я правда не знаю, что в этом удивительного, и что с ней делать, это удивительная вещь, вот уже еловые миксы мы как-то сделали, ели колючий голубой, можно видеть, какие они из себя, так, сейчас я наклоню, что-то я сетку снимаю, вот еловые миксы мы сделали, можно видеть, какие они из себя, там несколько штук ели вместе, очень пышные будут, в этом году пойдет, я даже не знаю, скорее всего, расскажу его, и посмотрим, как он дальше себя чувствовать будет и расти, ну, продавать я не хочу его, так, здесь у нас, вот здесь у нас шаровидная туя, по-моему, да, шаровидная нано, ну, эту грядку тоже надо будет, можжевельник попридавливала, ну, он опять же, вещь уже выкупленный, ну, посмотрим, там, как отправим, там, кто самовывозом захочет, приедет, вот эту отправку мы заканчиваем, где-то 20-25 апреля, а покупать его можно и тую тоже, она вся в порядок придет, ничего страшного, с ней нету, это ерунда, конечно, конечно, нежелательно, чтобы такого, ну, а по-другому никак, закроешь ее, не уверен, что будет лучше, как говорится, хочет сделать, здесь же главное не навредить, ну, уважаемые друзья, решил доснять, я все-таки этот ролик, я на питомнике ходил там, смотрел, вообще, такой формат, если нравится вам, то пишите, оставляйте комментарии, ну, вообще, контент есть снимать, но сейчас погода такая, что не очень разгуляешься, вот опять же, можжевельник у нас, вот у меня изгородь из можжевельника скального, но она, конечно, в районе двух метров, вот видите, ветки все равно, все равно снегом отдавливает, поэтому они валяются, я их буду связать, опять же, на черенки, это одно, второе, вот она изгородь, видите, но она когда подрежется осенью, ой, я извиняюсь, весной, даже в июне, я сниму, как я ее буду обрезать, хотя я уже снимал, по-моему, и затем мы, затем мы с вами посмотрим, какой цвет сейчас, то, что я снимал, конечно же, в такую погоду, и тем более, растения после зимы, еще будут минуса, то есть, я планирую, что к весне, конечно же, там будет все, ярче, цвета будут красивые, еще что вам показать, так, вот у меня тут растет, ну, тут сосна, первоначальные мои посевы, еще лет пять назад, наверное, вот она растет таким пучком, вот здесь лиственница, лиственница, а вот здесь у нас что, здесь у нас коника, видите, все это весной надо будет пересадить, вот не знаю, как это сделать, напишите в комментариях, то, может, все подскажет, что, как, что сделать, может быть, ее надо, я думаю, что ее надо полностью комом взять и полностью пересадить, пусть такая пышная будет, ее просто, ну, формировать, да и все, в шар, туя восточная книжка, здесь елочка спряталась, тоже все это рассаживаться будет, ну, вот ель колючая, голубая, но опять же, здесь вроде не голубая, хотя в прошлом году это была такая же, но сейчас речь больше идет, пойдет у нас от туи колоновидной, туя колоновидной четырехлетка, ну, она довольно-таки подросла, ну, вот такие саженцы, вот такие вот, будут уходить на посылку, здесь ее около тысячи, полторы, ну, еще у брата такой же туи, примерно около трех тысяч, ну, опять же, мы то, что продаем, продаем, там то, что останется, не смотрите на цвет потом, когда будет вам уходить уже в апреле, она будет ярко-зеленая, это факт, который неоспоримый, так что, на этом, я думаю, закончить, опять же, напишите в комментариях, нравится, не нравится вам такой формат видео, я могу ходить хоть каждый день и снимать, потому что я на участке бываю постоянно, и поэтому, есть что делать, есть, могу снять, там, 15 минут у меня, в принципе, времени не так много займет, ну, раз в неделю, по крайней мере, точно могу снимать, как природа преображается, как саженцы преображаются, как набирает свет, очень все это, довольно красиво наблюдать каждую весну, вот такая, ну, она уже в сантиметров 35-40, ну, на сайте вообще заявлено, по-моему, 20-30 сантиметров, но здесь придется коробки побольше, но сильно большие мы, конечно же, не в коробку не отправим, но посмотрим, там по времени все будет видно, все будет ясно, а так, в принципе, у нас все, ну, лестницу я, наверное, эту оставлю, а вот тую, тую куйку заберу отсюда на участок, ну, вот такая ёлочка у нас, кстати, верхний побег пошел очень плохо, ну, и тоже пересаживать надо, однозначно, потому что жалко, а здесь, то ли цвета, света ей не хватает, то ли солнце не так заходит, ну, вот можно видеть, вот у нее побеги были, вот точно, видите, зеленоватые, в прошлом году она была вот такая, вот поэтому по цвету опять, я уже устал, там кто хочет спорте их, хочется не спорте и здесь у меня одна лиственница, тоже не знаю, вытащу ее отсюда, не вытащу, не повредив, мы будем что-то придумывать ну, а так, да, прошел, прошла такая стихия, знаете, дождь стоял, наверное, дней, дней пять, мокрый снег, он не таял, вот сейчас только растаял, то есть, воды у меня сосед там вообще выкачивал, у меня тут все тоже в воде, да, стояло, вот здесь вода была однозначно, здесь вода была потом, там возле елки вода была, изгородь, опять же, цвет у нее пока что никакой, можжевельники, вот можно видеть, опять, вот эти ветки, которые, снег постоянно, вот здесь я уже срезал, можно видеть, раз срез, два срез, но это все, он довольно таки хорошо наполняет, поэтому, поэтому все это компенсируется весной, весной и красотой, той красотой, которая приносит нам весна, которые, когда растения начинают приходить в себя, после зимних таких катаклизмов, хотя у нас сейчас тепло, плюс 10, ну завтра обещает, минус 7, опять же, это все, как говорится, на это, на волю погоды, вот и друг наш, друг, ты куда пошел, не любишь сниматься, главное, друг не любит сниматься, вот этот можжевельник тоже попытаюсь зачеренковать, не помню, честно, как он называется, не помню, грин, по-моему, грин, грин карпет, может быть, может быть, вот у нас даже здесь уже первые признаки весны, вот видите, сидит у нас уже коровка, а это, если помните, я видео снимал отводками, такой же можжевельник, вот он прекрасный, прекрасно себя чувствует, но вообще никаких проблем, ну все они, я постараюсь их убрать отсюда на участок, конечно же, здесь все это закрывает свет, горный сосне, которая должна быть сателлитом, как бы, вместе с барабантом, ну тоже не знаю, посмотрим, все будет впереди, все будет видно, ну все, оставляйте комментарии, делайте заказы на нашем сайте, пока есть возможность, пока у нас короткий сезон будет, я уже говорил, что с 1 апреля по 20-25, где-то так, апреля, то есть весенний очень короткий сезон, чисто отправки, а потом самовывоз, ну там вот за эти 20 дней то, что успеем самовывозом, поэтому, то есть сделаем, ну и напишите, пожалуйста, нравится вам, не нравится такой формат, обзоры растений, как они растут, я буду делать, это тис, я снимаю, тис, тоже желательно взять, черенки желательно брать сейчас, но сейчас вы сами понимаете, у меня негде их, где-то в кассеты, может быть, да, опять же, ну сосна, вень, у того, как всегда, в своем репертуаре красавица, на этом все, уважаемые друзья, с вами был Евгений Филимонов, вы были на канале питомника Хвойный Дворик, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы знать хотя бы новости сайта, не обязательно смотреть ролики, но новости сайта знать надо, потому что везде проходят новости и во всех соцсетях, подписывайтесь на телеграм-канал мой, на все подписывайтесь, то, что найдете, если вам интересен, интересен такой контент, который я снимаю, я понимаю, я не профессиональный там видеоблогер, я снимаю то, что как бы вижу, сам все редактирую там, все это сам делаю, поэтому, всего доброго, удачи!